здравствуйте друзья и подписчики моего канала если бы вы знали дорогие мои какие сейчас ароматы меня окружают ароматит многие мои орхидеи особенно отличается этим сказка вот она там вдалеке стоит замечательная сказка также ароматит 2 дендрофаленопсиса ароматит замечательная орхидейка которая находится тоже на переднем плане венозничек такой темно-фиолетовый и на подоконнике тоже некоторые орхидеи ароматит замечательный запах замечательный аромат вчера ко мне приезжала в гости проведать меня мариночка мельникова и очень приятно было мне лестно услышать нее добрые слова когда она вошла в мою комнату и сказала наташ ты живешь в раю это очень приятно рай на земле друзья мои мы создаем себе сами своими делами своими поступками своими высказываниями своими действиями и я вам желаю чтобы вы все жили на этой земле как в раю чтобы окружали себя красотой хорошими людьми и хорошими поступками делали свою жизнь еще прекраснее но сегодняшний день мы начнем с вот такой вот композиции вот вы видите на своем экране мой рабочий столик у меня здесь опять лабораторная работа и сегодня речь пойдет о замечательной орхидейки кеншин которая попала в некоторую такую нехорошую ситуацию вот она это орхидейка она была куплена целенаправленно то есть не спонтанно а я целенаправленно поехала за ней потому что я ее например вчера увидела и весь день думала о ней и на следующий день я поехала в ашан и она меня дождалась слава богу она стояла среди великовозрастных великоростовых таких орхидей совершенно незаметная совершенно вся больная но очень красивая ссылочки на орхидеи которые еще буду показывать я добавлю в описании этого ролика кому интересно проходите смотрите значит кеншин в переводе означает огонь эльф крови маг участник из одной вот этот кеншин компьютерных игр значит это орхидейка какое-то время росла но непродолжительное время и стала погибать потому что не было плохая корневая плохой стволик у них был и я пришла к решению удалить все погибшие корни удалить часть ствола обработала стволик максимом и поставила ее на реанимацию 25 февраля 19 года вот собственно весь анамнез и и я обычно пишу приклеиваю стикеры какие-то на горшочки чтобы знать все свои действия что если ты архитейка делала когда что и почему чтобы не было понятно я ее поставила вот такой горшочек листьями вниз так будет видно добавив при этом препарат стимул вот посчитаем сколько она здесь стоит значит два месяца получается практически два месяца она стоит вот в этом сосуде только один раз я поменяла водичку и и вот такая вот у нас наросла красота посмотрите вот такая прелесть вот такие вот корешочки добавляла я вот этот препарат стимул вот такой о нем я рассказывала в ролике когда я ставила эту орхидею на реанимацию вот хочу показать что вы не думали что такая разовая акция вот у меня вот такие вот запасы этого стимула я сделала и с исходя из финансовых и моих моральных запросов то есть я решила теперь пользоваться вот этим вот препаратом препаратом простите стимул что у меня тут уехала вот так мы сделаем так значит сегодня я приняла решение посадить эту орхидейку в закрытую систему быстренько объясню почему покажу вот такую очень красивую орхидею вот такая орхидея пилорик вся переливающиеся она уже немножечко выгорело потому что она давно цветет эту орхидейку завод савона вот я вам покажу вот так вот вот так вот я ее покажу чтобы вы имели представление о происходящем ссылочка на эту орхидею на все действия связанные с ней тоже будет в описании эта орхидейка тоже была в таком же точном положении с таким же количеством корней она была посажена вот в такую вот закрытую систему была она куплена огромным растением просто огромным у нее были огромные листья у нее был 80 сантиметровый цветонос и цветонос был усыпан вот такими вот красивыми цветочками орхидея одной из польских фирм и вот так она сейчас выглядит была она посажена в закрытую систему 1 июня 18 года почему показываю потому что еще раз повторюсь точно с таким же количеством корней чтобы не возникали потом вопросы почему я не дождалась большего количества корней и большего размера корней сейчас идет весна весне дорогу и самое как говорится то когда мы можем посадить эту орхидею сейчас я ее достану из этого горшочка вот эту вот водичку я перели перелью и уберу так она мне больше не нужна мне нужен будет только горшочек и мы займемся некой обработкой этих листиков вот посмотрите листики в торгере все замечательно все прекрасно сейчас мы удалим вот этот вот налетик удалять налетик я буду вот таким вот тоником для орхидеи все очень легко и просто сейчас я покажу как я это делаю такая стимуляция некая потому что какое-то время я не буду трогать листики я беру вот так вот препарат смачиваю спонж в этом препарате и протираю листики орхидеи то есть я удаляю вот эти вот известковые налеты здесь и в то же время еще раз повторюсь простимулирую немножечко такое по листу подкормочка у нас будет замечательная орхидея красивая она мне очень нравится я уже говорила в том видео когда я ставил на реанимацию что я не желаю ее терять потому что она мне очень нравится вот такая замечательная орхидеюшка а вот розовые щечки которые я ставила орхидея домашние название розовые щечки той же самой польской фирмы это кстати прибалтийская орхидея вот розовые щечки не собирается ничего не наращивать не выращивать я во вчерашнем или позавчера я показывала ее никаких движений абсолютно началось пожелтение стволика и наверное я с ней расстанусь но в последующих видео я как-нибудь еще на днях покажу ее и я приняла решение что я просто ее выброшу буду больше заморачиваться потому что нет у меня больше моральных сил смотреть на это чудо природы которые совершенно без движения без всяких порывов к жизни стоит и только занимает место мне дорого каждый сантиметр дорог ну вот так вот все я ее протерла все замечательно вот такие у нас корнюшки посмотрите замечательные корнюшки вот у нас корешок левит все у нас прекрасно так сейчас мы ее отложим пусть она немножечко у нас полежит вот так вот так здесь конечно у меня очень так густо все стоит но извиняйте как есть и мы сейчас приступим к посадке этой орхидеи все это мы сделаем весело еще вот я хочу протереть горшочек здесь вот сейчас я сниму вот эту вот этот стикер он еще понадобится протрем горшочек вот налета вот этого известкового чтобы потом было симпатично вот так ну и все и все выльем последние капельки и очень быстро мы сейчас посадим эту прекрасную орхидейку я надеюсь видно надеюсь видно если я сейчас сдвину то будет видно мои ноги ну пусть бог с ним пускай будет видно вот так вот учусь видите учусь значит в качестве дренажа я буду использовать вот такой керамзит который мне очень нравится пористый морис грин керамзитик я насыплю до этого выступа вот как раз у меня все отлично вот так таким образом так вниз я положу немножечко угля вот так думаю этого количества будет достаточно я все время поглядываю видно вам или не видно вот так наверное будет лучше видно вот такую часть мха сфагнума нашего российского из подмосковных лесов вот он видите он сухой но он живой вот с такими вот зелененькими пимпочками я его сама перебирала сама высушивала вот этого количества нам будет абсолютно достаточно для этой орхидеюшки вот так вниз мы положим мух сфагну здесь вот еще остались зелененькие пимпочки они потом прорастают вот у савоны вы наверно там видели проросшие такие зелененькие цветочки и добавим еще немножечко уголечка сверху вот так симпатично да и сейчас мы сейчас мы с вами начнем загружать загружать кору кору я в этой посадке буду использовать грунт вот такой компасана не будем изменять традиции потому что савона тоже посадят посажена в компасана сейчас я постараюсь вам как-то в кадр уместить таз в котором находится содержимое этого пакета это вот этот грунт компасана я его перебираю здесь отличные кусочки археаты и кока-чипсики здесь немножечко торфика обязательно перебираю потому что здесь попадаются вот такие вот комки вот такие вот шарики вот видите прессованные то есть это кока-чипсы и что-то еще такое здесь прессованное вот это вот не надо класть в посадке потому что это при набухании набирает в себя очень много влаги и потом провоцирует гниение корней вот то что я выбираю из этого грунта вот я выбрала вот такая вот кора вот такая фракция здесь замечательная совсем чуть-чуть здесь кока-чипсиков немножечко торфика так для вкусности вот так и то что я что что у меня остается там лишний торф лишние кока-чипсы я это не выбрасываю я это отношу своим кактусом и пальмам и драценам которые у меня растут на работе в детском саду я периодически подсыпаю так перемешиваю с грунтиком им это очень нравится в качестве подкормки ну все значит приступаем сейчас мы вот это вот уберем чтобы мне было удобно вот так вот так вот так и вот так все я думаю видно будет итак приступаем к загрузке грунта очень быстренько все вот так вот здесь видно попадаются кока-чипсики это все вкусненько в небольшом количестве это не принесет никакого вреда да и так же я сюда буду добавлять немножечко вот серамица немножечко буду добавлять и немножечко уголька и вот таким образом я сейчас буду прослаивать вот таким образом так посадочка такая мне привычная я сажаю не только в закрытую систему таким образом но и классическую систему также я нисколько не умиляю грунт эфир био но его я использую в других посадочках вот таким образом все очень чинно и благородно таким гамбургером извините что не сопровождая особо текстом сегодня не очень хорошая погода идет мокрый снег но весна и так тоскливо немножко особого веселья нет нет радуется что весна пришла слава богу дожили до весны спасибо тебе царица небесная матушка со всеми перипетиями со всеми болячками дожили слава богу дождались возрождение природы всегда радует полисадники у меня взошли первоцветы много-много маленьких зелененьких росточков в субботу мы с Настей потихонечку будем там убирать старую листву который покрыт у меня полисадник я категорически не разрешаю дворником убирать у меня в полисаднике листву так что там вот листву надо как раз убрать прошлогоднюю вот таким образом кто-то мне скажет это очень большой горшок для вот этого количества корней еще раз повторюсь я сажала с таким же количеством корней и с таким же размером корней свою савону и замечательно орхидея адаптировалась замечательно я начала рост очень бурный такой замечательно она себя чувствует ничего нам сейчас мы здесь дырочку выкопаем еще и буду накладывать подкладывать вот так дырочку сейчас выкопаю и вот так вот ее поставлю вот отлично вот таким вот образом я ее присажу присажу вот и чтобы она у меня не мотылялась не колыхалась все то же самое я повторяю что я делала с савонной абсолютно аналогично абсолютно одинаково вот таким образом не задевая корешков сейчас мы туда прокрадемся вот таким образом чтобы корешочки не задевать я ее сейчас закреплю слышно наверно форточка приоткрыто и там шумят машины едут по мокрой дороге которые проходят у нас дублер третьего кольца никакому что-то не вставляется сейчас вот так все я ее поставила вот так вот замечательно и теперь мы ее вот таким образом закрепим вот таким замечательным образом все она у нас будет вот так вот расти так замечательно прекрасно вот посмотрите то есть я ее немножечко заглубила туда цели направлено для того чтобы вызывать рост корней и чтобы вот эти корешочки которые я сейчас туда брала в грунте чтобы они подрастали вот так вот я их прикрою вот чтобы они внутрь росли все будет у нас я уверена вот так вот я сделаю что здесь такую платформочку сейчас сделаю ну что отлично мне очень нравится я думаю что и орхидейки я думаю что и орхидейки мои тоже это понравится для красоты вот так вот присыплю ничего я утрамбовывать не буду я уже тоже говорил что когда грунтик проседает потом я просто приподнимаю мох которым я ее прикрываю и подсыпаю грунтик ну не то что подсыпаю подкладываю кусочки аккуратненько вот мой кеншин замечательно пристроился скажем замечательно присел в свой новый домик и заключительный момент посадки в эту закрытую систему видите разводики все равно остались но что поделаешь ой извиняюсь пролила сослепу водички немножко и сейчас мы возьмем мох спагмос новозеландский который я вчера оживляла и аккуратненько обложим эту орхидеюшку влажненьким мхом вот таким вот образом тоненьким слоем вот таким вот образом не приближаясь к шейке то есть мог будет по краю горошочка не доходя до шеечки так и она сейчас станет опять на свое место у нее замечательное место где она стояла смогу ли я сейчас показать попробую после посадки вместе со штативом это дело вот так все очень рыхло ничего не набивая ничего не утрамбовывая видите она получилась в таком как вулканчике вот у нее такое углубление там вот так вот так отлично очень приятно наблюдать наблюдать своей работа своей деятельности когда это фактически 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 и у меня фактически 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 на выходные к ней, чтобы что-то было живое. То есть моя мама, она так считала, что ходики, они живые. То есть она говорила, они тикают, и мне не так грустно. И я ехала на дачу туда, к маме, и заехала в город Бежицк Тверской области. И на местном рынке, в магазинчике, купила ей ходики отличные. Вот так мы замечательно присели. Посмотрите, вот так у нас отлично получилось. Наш кеншин не качается, а машет листиками. Вот так. Вот так все замечательно у нас. И прекрасно. Дальнейшие мои действия, чтобы потом, повторюсь, не возникало никаких вопросов. Мы сейчас эту вазочку, ну буду ее так называть, этот горшочек, этот кашпо, эта вазочка. Сейчас мы ее будем заливать. У меня вот такой мерный стаканчик на 200 миллилитров. И мы будем сейчас разводить вот этот препарат стимул. Вот здесь находятся 2 миллилитра. Вот там какие-то штучки плавают внутри. Вот если вам видно, какие-то там штучечки. Вот этот 2 миллилитра как раз на 200 миллилитров воды. Вот мы сейчас вот так вот выльем этот препаратик. Он вот такой похож на яичницу. Я тоже как-то говорила. На такой, на омлетик. Вот когда мы подготавливаем, вот, получилась такая желто-салатовая жидкость. Сейчас мы ее размешаем вот так вот. И потихонечку, сейчас я отодвину горшок. Не знаю, простите, будет вам видно или не будет видно. Но вот так вот постараюсь вот так вот как-то поставить. Вот так вот будет видно, наверное, вот на таком расстоянии. Берем леечку и потихонечку по краюшку начинаем наливать водичку. Наливаем водичку. Вот таким образом. Опять же, надо визуально запомнить, где находятся корни. Чтобы мы не наливали выше. То есть у нас стволик находится где-то вот на этом вот расстоянии. То есть здесь получается 2,5-3 сантиметра. Вот на таком расстоянии. Значит, мы будем заливать вот до этого места. Вот сейчас я налила вот столько водички. Вот вы видите, да? Здесь видно, не знаю, не видно. И теперь я туда же буду заливать вот этот вот раствор со стимулом. Не очень удобно. Ну, когда я не на камеру это делаю, я, естественно, делаю это все быстрее. Просто мне сейчас не очень удобно. И теперь доливаем водичку. Доливаем до той отметки визуальной, которую я вам показывала. Все. На этом мы останавливаемся. Вот. Я остановилась как раз на том месте. Я сейчас, когда съемку закончу, вот здесь. Я, в принципе, сейчас могу это сделать. Я сделаю такую некую насечку для себя. Здесь вот у меня такая клейкая сторона. Вот сейчас я вырежу вот здесь вот такой вот кусочек ярко-желтого цвета. Чтобы мне потом не путаться. И она клейкая. И вот здесь я поставлю себе, приклею насечку такую. Вот так. Вот все. Теперь я не забуду. Вот так. Вот. Будет такая насечка. То есть я буду знать, что до этой насечки мне надо будет заливать водичку. Вот. Мох видно. Видите? Зеленеет. Наживает. Очень красиво. Потом он, впоследствии, мох этот прорастет. Вон пошли бульки. Такие прям бульки. Ой, булька. Это что-то там. Какие-то организмы начали гулять. Вот. Покажу сейчас еще раз. Вернусь к Савоне. Покажу у нее проросший мох. Вот видите? Вот. Здесь, конечно, небольшой кисемесь. Потому что эта часть не стоит к свету. А здесь вот видно. Вот они. Вот они. Зелененькие такие кукуськи. Вот цветочки. Мне это все это нравится. Вот цветочек какой-то вырос. То есть там своя атмосфера. Своя жизнь. Эта вазочка уже не заливается. Только подливом. Вот до уровня керамзита. И вот так замечательно моя савонушка себя чувствует. Моя любовь. Моя бывшая печаль. Ну и все свои растения люблю. Но некоторые, с которыми я повозилась, я их особо отличаю и отмечаю. Вот так вот у нас будет стоять в этом препарате наш кеншин полчаса. Вот сейчас я засеку время. Посмотрела на часы. Полчаса он будет стоять. Потом я солью воду. И без остатка не отжимаю, естественно. И в следующий раз я залью этим препаратом через две недели. То есть я приклею сюда уже другой стикер. Вот так вот приклею. Все-все-все я подробно запишу. Через две недели я еще раз залью. Мне нравится то, что вот этим препаратом стимул им можно пользоваться без ограничения. То есть если какими-то препаратами, которые применяются при реанимации орхидеи, там, например, можно применять кратно, то есть там двукратно, трехкратно, то этим препаратом можно пользоваться без ограничений. Препарат очень хорош от всех стрессов. Особенно помогает вот в реанимации орхидеи. То есть я вам рассказывала в начале видео, как я добавляла вот на вот это вот кашпо, те же самые вы увидите в видео, те же самые 2 мл вот этого стимула. И вот результат вы видите, да. Здесь аннотация, все здесь очень подробно описано. То есть здесь в составе набора свободных аминокислот, плюс микроэлементы, магний, цинк. И здесь написано, что при стрессовых ситуациях погода заморозки, засуха, переувлажнение, обледенение ветер, стадии развития цветения, завязывания плодов, в агротехнике при перевивке, пересадке, обрезке. И если растения пострадали от болезней насекомых и применения пестицидов, то же самое можно использовать этот препарат стимул. Быстро восстанавливаются растения, добавляются правильные аминокислоты, основа белков. Это как раз вот этот вот омлетик, который я вылила. Синтез которых снижается в растениях при стрессе. Восстанавливает рост, дыхание и фотосинтез. Обратите внимание, цена вопроса 12 рублей. Так что вот. А, я вам обещала показать. Сейчас я встану и покажу вам, где будет расти эта орхидейка. Это я так вот беру вместе со штативом камеру. Она, вон ее местечко, вот там, видите, вдалеке, вот за этой реанимашкой. Вот там вот она стояла и будет стоять. Я еще хотела показать шоколадку. Вон у нее какая замечательная получится. У меня увеличить. Мне не получается. Деточка у нее такая растет. Вон она. И сзади у меня стоит панда, которая тоже находилась в не очень хорошем состоянии. Вон у нее старые три цветоноса. И вот там сзади лезет толстый, толстый цветонос, который я закреплять не буду. Он будет потом вот сюда очень красиво свисать. Вот эта орхидейка тоже с цветоносиком у нее там между листьев. Сзади там орхидейка стоит тоже с цветоносиком. То есть я вот эти вот орхидейки, которые будут свисти, включая вот этого паука, они будут вот так очень красиво сюда свисать. Вот видно сейчас свет. У меня здесь навязочка вот так вот немножечко прикрыта. Но свет дневной сюда поступает, если вам видно. Вот здесь у меня, вот на этом вот месте у меня растет моя, у телевизора бы не зашибить салона. Вот здесь вот она растет. И ей здесь очень все нравится. Ну вот, друзья мои, на этом я буду, я как партизан с этим штативом, на этом я буду заканчивать. Вот посмотрите, как у меня сапфирчик. Вот у него какой цветоносик большой. Вот эта бандура мне мешает снимать. Вот у него такой большой цветонос. Вот столько вот бутонов у нас. Сапфир скоро будет очень красиво цвести. Ну, на этом я буду с вами прощаться. с надеждами о быстрейшем восстановлении Кеншина. И желаю вам хорошего дня, крепкого здоровья, замечательного настроения и всего самого доброго. До свидания. Всегда ваша буква Наташа.